Сейчас во мне одесское начало не дает покоя и просит задать вопрос. Это не я, это она. Вы хотите сказать, что если я решу реинвестировать свои деньги в недвижимость, например, в Мексике, то я таким образом как-то вывожу их из-под налогового бремени Канады? Надо рассматривать кейс. Если у вас есть корпорация, если у вас РРСП есть, мы можем понизить вашу ставку налоговую через РРСП. Через РРСП это пенсионные? Пенсионные, пенсионные. Потом есть законные методы переинвестировать эти средства. У тебя реально получается так, что ты перекрываешь все свои расходы. Там очень хороший возврат с рента в Мексике, очень хороший, когда ты вкладываешь в R&B. И также у тебя рост недвижимости каждый год. Там около 12-14% роста за последние годы идет. По поводу Испании. Вот важный момент. Почему Испания еще для нас? Это не только уникальный климат, красота, дешевизна, доступная, особенно после Ванкувера, Торонто, недвижимость просто. Если бы вот такой дом, который у нас в Испании, перенести сюда, вот Ванкувер, он минимум 3,5 миллиона стоил. Минимум. Потому что большая разница в ценах. Но канадцы имеют уникальную возможность брать моргидж в Испании. И поэтому, когда ты платишь только первоначальный взнос, ты можешь купить. И мы это все сопровождаем с канадской стороны. То есть мы со своей стороны поможем со всем вашим пакетом все сделать так, что вы спокойно берете моргидж в Испании. И при этом Канада этого ничего не видит. Канадская... Ну, в общем, обращайтесь. Детали обслуживаются. Все хорошо. Но я правильно понимаю. Значит, я заработала денег. У меня не корпорация, у меня партнершип. Я их переложила на свой РРСП. Но у меня там тоже есть же лимит, который мне правительство разрешает. Жить каждый год мне и мужу. Будем говорить о партнершипе. Теперь я накопила на этих РРСП энную сумму денег, которую может быть достаточно либо для покупки, либо для кредитования. Для первоначального взноса, может быть. Этого достаточно, может быть, для первоначального взноса. Я могу себе купить какой-нибудь, не знаю, что там, бунгало, значит, в Мексике. И шахермахерским там мудрым путем я вывожу эти деньги с меньшими налоговыми вопросами, чем если бы я дожила до пенсии и вытащила... Это законно. Мы говорим о законных путях. И мы не говорим за какие-то махинации или еще что-то. Это просто детали, да, то есть как все сделать правильно для того, чтобы ты оптимизировал свои налоги. А особенно после ковида. Я хочу вам сказать, особенно после ковида. Даже вот канадцы, которые более консервативны в плане... Ну, они привыкли к стабильной жизни. Они не понимают, что такое резкие перемены. Раз, два, три. Это у них... Вы представьте, на этой земле не было 150 лет войны. Здесь не проливалась кровь. Здесь все стабильно, мирно. И поэтому и люди такие же. Поэтому... Но после ковида уже эти люди также понимают, что им нужно иметь какой-то вариант, чтобы они где-то могут спастись, когда границы закрылись. Мексика была открыта всего... Сори, закрыта. Четыре месяца. И потом стало убежищем для многих американцев, которые жили в очень закрытых штатах. Я имею в виду... В штатах, например, штат Вашингтон был очень-очень... Рестрикшен эти... Ограничения были очень сильные, да. В Торонто... Какие были моменты, да, там... В Беси у нас еще так. Так себе было. Но в Торонто более все было жестко. Многие люди просто провели этот период карантина жесткого, находясь на Карибах, живя спокойной жизнью, хотя рядом был госпиталь, медицинское сопровождение, но они не были заперты так. Поэтому люди начинают уже понимать о том, что, извините, ребята, не факт, что еще какой-то географический, я не знаю, какая-то катаклизм, война, болезни, что угодно, но у тебя должен быть план Б. И мы не говорим за виллы за 5 миллионов. Я не об этом говорю, хотя виллы на 5 миллионов тоже есть. Но обычная семья канадцев, она может себе за несколько лет приобрести достаточно достойный объект недвижимости, который станет... Это как инвестиционный... Это их дача, куда они будут приезжать, а в свободное время они будут ее сдавать и иметь дополнительный пассивный доход. Но вот просто я вам пример приведу. Две недвижимости, два объекта недвижимости, которые сдаются, один в Испании, один в Мексике, дают в среднем, если нормально все сделать, это вам, пожалуйста, пенсия на семью 100 тысяч в год. Этого как раз достаточно вполне, чтобы хорошо жить в Канаде. Этих денег достаточно, потому что мы понимаем, как мы приехали поздно, наша пенсия от государства не будет превышать 380 долларов. У меня есть клиенты, у которых пенсия составляет 55 долларов. И они не могут... Они не проработали 10 лет, чтобы получать еще дополнительную социалку. Он еще специально сейчас уже, будучи пенсионером, дорабатывает, потому что не успели люди поработать. И тут, с одной стороны, Канада – это социальное государство, а с другой стороны, мы должны сами о себе думать. И это все равно капитализм. Если ты сам не подготовишься, то это все на нас. Надь, средняя стоимость недвижимости для средней канадской, ну, иммигрантской, назовем, семьи в Испании и в Мексике. О каких вообще пределах мы говорим? Хорошо. В Испании можно начать от 100 тысяч. Евро. 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 Это такое, получше, нормальное, уже нормальное, будет 200+. Вот. В Мексике это... Ну, вот я так скажу, дома в Испании на побережье, я говорю за побережье, которое хорошо сдается, это будет 500 плюс, 500 тысяч плюс евро. Но квартиры, новострои будут 250 плюс. Новострой, я говорю, две спальни, две ванны. Это то, что любят уже как бы, понимаете, в Канаде же гигантизм. То есть у нас же все просторное, большое, траки большие, магазины большие, дома большие, у нас все большое. То ты приезжаешь в Испанию, чтобы ты не оказался, я говорю, в Испании был свой хрущев, и вот там вот эти вот комнатки, кухоньки. И вот такое канадцам, американцам вообще не подходит, потому что они себя, у них сразу клаустрофобия начинается. Поэтому надо, чтобы было, ну, было более-менее что-то попросторнее. Поэтому two bedroom, two bathroom. Квартиры с двумя спальнями и двумя ваннами, это самый оптимальный вариант. И они, новострои, начинаются от 250 плюс. Да, в зависимости еще есть, если это вообще там в самом крутом месте, там это может быть и 450, и 500. Вот, опять-таки, но я говорю за места, которые хорошо сдаются, которые рядом с большими туристическими городами, в которых постоянный туристический поток, где прекрасная будет инфраструктура, связанная со всеми, с поездами, самолетами и так далее. Коста-Бланка, это очень популярный, золотой песок, теплое море, Ибица прямо напротив, то есть все там прекрасно. И с Мексикой тоже нужно, только с проверенными застройщиками, мы делаем due diligence документов. Это проверка такая глубокая, да, то есть для того, чтобы все убедиться, что эти проекты все чисто, все хорошо. Вот, то есть сопровождаем, грубо говоря, клиента за руку с его канадскими документами, со всем этим, тем, чтобы они могли это купить и они могли это сдавать. У нас компания называется Terra Comfort, вы можете просто зайти посмотреть, там просто описывается больше, чтобы я деталей не рассказывала. Обязательно, мы обязательно оставим под видео ссылочку, это очень интересно. Хорошо, а если я, Надя, не хочу брать кредиты, я хочу купить что-то там в Мексике, сколько? Отлично. Чтобы я так вот вышла и там такое море и красота. Вот смотрите, хорошее, вот вы вышли и море красота, это 200+, USD, американских долларов, 200+. Дом, классный дом, можно начать от 300 тысяч долларов, это в гейтед комьюнити, это охрана 24 на 7, это вокруг тебя живут только канадцы, американцы, это такое классные комплексы, это Тулум, это все в зелени, бич-клабы, инфраструктура, красиво, 300 тысяч плюс. То есть тут тоже это все, там есть разные варианты, разные проекты, но это все реально, какие моменты есть. Сейчас Карибы очень-очень развиваются. Государство мексиканское вложило туда просто миллионы долларов, они открыли международный аэропорт в Тулуме в прошлом декабре, они запустили железную дорогу по всему полуострову Юкатан, это огромные инвестиции. За прошлый год 30 миллионов только американцев прилетело в Канкун, только американцев. То есть это люди, которые просто распределились по полуострову, только по побережью, по вот этому Карибскому. Поэтому спрос есть очень большой, и когда государство инвестирует, то цены растут. И сейчас вопрос земли в Тулуме номер один, даже если у тебя нету 200 тысяч, ты сейчас можешь купить землю в гейтед комьюнити, участок, в котором уже проведен свет, вода, все, и у тебя есть 5 лет на то, чтобы построить дом. То есть у тебя контракт, что ты или через 5 лет перепродаешь эту землю в этом гейтед комьюнити, или ты построишь дом. И тут у тебя как раз тоже частичные платежи. Многие семьи, ну нету так просто достать 300 тысяч долларов. Я это прекрасно понимаю. И в один из проектов мы также инвестировали, мы будем постепенно строить. Но самая дорогая часть недвижимости – это земля. Когда ты купил землю, то есть сама рабочая сила, да, то есть постройка дома, она так быстро не дорожает, как земля просто улетает в космос. Если мы говорим прямо за землю на территории этого сити, то есть это не где-то в джунглях далеко, а это именно внутри города, да, то есть у тебя вся информация, вот магазины, все-все-все. И вот тут у тебя вот такой комплекс. Да, это время возможностей. Да, это время, если там другое побережье Мексики, оно уже достигло какого-то потолка. То есть для инвесторов оно уже не так интересно в плане купить сейчас, потому что чтобы цена резко выросла. Буквально через 3-4 года там эта стоимость земли делает двойную цену, то есть просто дабл за 3-4 года. Это вот внутри года, это то, что было вот в прошлом году, в прошлый период, это было 2,5 года она удвоилась в цене. Мы тоже, например, понимаем, что в данный период времени, даже если купив землю, да, это инвесмент такой более чуть-чуть серьезный на лонгтер, но он дает очень хороший прирост капитала, да, то есть там идет прирост, который ты просто мониторишь, цены растут, ну, как на дрожжах. Ну, и, конечно, Испания дает возможность путешествовать по всей Европе, да, то есть в каждом регионе свои есть плюсы, возможности. И мы в Мексике можем находиться 6 месяцев. И если, например, мы работаем в Канаде, имеем бизнес в Канаде, то работать из Мексики очень комфортно. У нас, я говорю за Ванкувер, у нас 2 часа, 3 часа, в зависимости от зима, лета, а с Торонто одинаковое время. Так, это просто красота, это очень, мы легко звоним, решаем все вопросы с сапплайерами, с подрядчиками и так далее. То есть ты живешь, ты можешь уехать на зимовку и вести бизнес, но только находиться в своем комфортном месте. И множество людей приезжают на зимовку. Я просто, когда мы приехали, я смотрю в городе, мы живем здесь возле моря и на набережной встречаемся с людьми, ты лица запоминаешь, да, которые идут тебе навстречу. Смотрю, раз женщина с моей набережной тут же сидит просто рядом. Люди списываются в местной группе в Ванкувере. Ой, погода плохая, опять вот это дожди, вот там непогода будет. Ну что, ребята, встречаемся в Мексике. Все очень. Люди садятся на самолет. Ну, это наша дача, скажем так. Я имею в виду территориально для многих американцев и канадцев это такая очень комфортная, знакомая, уютная страна. А Испания это другой колорит. Это Европа, это европейский вайп, это море, это возможность сесть и в разные стороны поехать. Это другое наслаждение. То есть и то, и то интересно, но надо с чего-то начинать. В любом случае, люди сейчас не только имеют деньги в инвестиции, в акциях, в каких-то, в других вещах, да, в каких-то денежных, ликвидная часть тоже должна быть. Однозначно. У тебя должны быть и деньги, просто ликвидные. Но при этом еще что-то более стабильное, которое будет тебе давать доход. И еще очень важный момент. Смотрите, по миру происходит такая тенденция, что города и в Америке, и в Европе, и в Канаде начинают использовать рычаг R&B, чтобы прикручивать. Они просто запрещают проводить такой бизнес, да, то есть сдавать. И таким образом, почему? Потому что не хватает жилья местному населению. Им надо, чтобы люди с краткосрочной аренды вывели квартиры на долгосрок. В Мексике другая ситуация. Конкретно я говорю за Карибы, за полуостров Юкатан. Там местного населения очень мало. Это же были маленькие деревушки. Но это стало очень таким модным, трендовым местом для туризма. И туда поехали туристы. И то жилье, которое строится, это все строится не в мексиканском стиле. Оно строится все-таки под западного человека, туриста, под американцев, канадцев. То есть Тулум – это вообще отдельный стайл, эко-стайл в таком стиле это делается. Но там не будет этой проблемы. И само правительство инвестирует вот эти миллионы долларов в то, чтобы это приносило прибыль. Там не будет такого, что просто… Извините, у нас не хватает мест для индейцев майя. А вообще-то это полуостров Юкатан. Это место, где жили индейцы майя. Там вы можете много видеть людей, которые вот именно своими корнями – это индейцы майя. Поэтому мы избегаем вот этой ситуации, что через 10 лет правительство скажет, нет, у нас слишком много. Это все, больше нету времени. Нет. Там сама бизнес-модель этого полуострова в том, что это туристическое очень популярное место и место для экспатов, куда едут люди, удаленщики. Удаленщики, которые с компьютером приехали, могут находиться, могут там работать в комфорте, с понятной налоговой системой, со всеми сервисами, медициной, полицией. Все работает, все. Поэтому и это далеко от каких-то там… от Мехико-сити. Ну, все-таки это территориально, она находится так достаточно далеко. Поэтому, да, это интересно. Сейчас туда также инвестировать. То есть мы говорим за разные вещи, за разные возможности инвестмента, но в итоге, чтобы у вашей семьи был какой-то через 10, 15, 20 лет на выходе был какой-то велс. Вы построили правильно благосостояние. Я ни в коем случае не хочу перечеркнуть то, что говорили предыдущие спикеры, что когда ты эмплуи, то ты вот с этим сталкиваешься. Абсолютно согласна. Поэтому нужно время к тому, чтобы созреть, к тому, чтобы прийти к профессионалу и давай поговорим, как мы можем это изменить. То у тебя есть вот сегодня вот твоя исходная точка, как это можно поменять и найти эту стратегию. Вот то, что, грубо говоря, вы делали, да, вы взяли наш кейс, вы посмотрели, окей, вы слепили вот это. Вот надо смотреть, чем мы занимаемся. Вот есть кейс семьи, то есть какие работы, какие возможности. Плюс, вы понимаете, у нас тоже достаточно много различных связей, что если ты, сейчас ты приехал два года в Канаду, как 22-й поток 22-го года, да, они многие просто не видят возможностей, просто не видят. И когда ты ведешь, ну, просто вот имеешь вот эту консультацию с человеком, ты говоришь, боже, да, у тебя столько есть возможностей, у тебя такие скиллс, у тебя есть возраст, у тебя есть знания, ты просто не понимаешь, в какую тебе дверь идти, и все. Хотя правительство Канады, да, ну, там делает седлменты, все вот эти различные помощь и программы, и так далее. Но это все... Да, да. Короче говоря, во-первых, запишите меня на консультацию, это раз. Два. Я хочу подчеркнуть, друзья, что вот есть такая стратегия по жизни, которая всегда срабатывает. Для Надежды и ее семьи Канада это инструмент и ступень. А дальше только... Абсолютно. У нас нету границ. То есть, когда вы только циклятесь на том, что, господи, хоть бы доехать, хоть бы там где-нибудь сесть, хоть бы на каком-то заводике пристроиться, и дальше точно у меня не получится, потому что так говорит кто-то местный, который 15 лет назад приехал, это будет кринжовая эмиграция, ну, как бы в результате. То есть вы положите огромное количество времени, денег и своих сил в первую очередь, а в итоге не придете к какому-то комфорту и удовлетворению внутреннему. А когда вы ставите себе цель, хочу завтра, не знаю, через 10 лет, хочу, чтобы Илон Маск просился записаться ко мне на личную встречу, и для этого как один из шагов это просто получить статус ПМЖ в Канаде, то вы совершенно по-другому воспринимаете все, что происходит. Оно будет быстрее, не факт, что легче, но эта нагрузка не будет так ощутима на вас. Это то, что Надежда, собственно говоря, со своей семьей и сделала. Фактически самоцелью была не Канада, а в первую очередь безопасность для дальнейшего саморазвития. Надь, спасибо. Это, конечно, очень крутой опыт, крутая информация. В итоге хочу вот эту часть подытожить. Если нужна консультация по финансовому планированию, по минимизации, оптимизации налогового времени в Канаде, по реинвестированию денег за пределы Канады в том числе, это все можно к вам обращаться. Да, пожалуйста, да. Замечательно. В заключение, Надь, ваши советы основные тем, кто сейчас находится вот в процессе, он еще не доехал, уже в процессе, или вот только вот стартует, неважно в каком там возрасте и состоянии, но задумался о том, что пора в Канаду. Я бы порекомендовала номер один. Это киньте свои силы на изучение языка. Я не сказала ничего такого нового, но это ты понимаешь о том, что тебе то, что тебе говорили раньше, это настолько важно, когда ты сюда приезжаешь. Ты понимаешь, что этого недостаточно. По его уровню недостаточно. Поэтому хотя бы, чтобы вот, да, не будет хватать пока разговорного языка, но хотя бы, чтобы основная база знаний она была, а тогда уже легче разговорный набрать. Но как бы вложите свои деньги и время в том, чтобы подтянуть в английский. Это однозначно. Второе, я бы рекомендовала иметь какие-то еще, взять свои профессиональные навыки и подтянуть под рынок труда в тот регион, в который вы едете. Например, если вы маркетолог, да, то изучайте маркетинг Северной Америки. Он очень отличается. Те наши маркетологи, которые приезжают и развиваются как по-старому, поверьте, это Украина и Канада, и Америка, это разные. То есть реклама Украины, она не зайдет здесь. То есть нужно изучать специфику. Если вы айтишник, если вы человек, работающий, я не знаю, с сайтами, с какими-то веб-дизайнами, да, то погружайтесь. Пока вы находитесь там, смотрите, какие есть тренды, связывайтесь, изучайте LinkedIn, выстраивайте связи по LinkedIn, потому что развитие связи через LinkedIn, оно тоже берет время. Вы уже можете как бы находить себе интересных людей, которые бы вы хотели бы работать. Вот такой секретик, да. Например, вы хотите работать в какой-то корпорации. К примеру, Microsoft. Смотрите позиции, которые выставляет Microsoft там в Ванкувере. Потом через LinkedIn посмотрите на людей, которые там работают. Вот в LinkedIn вы будете видеть, кто там работает. Добавляйтесь к ним в друзья. То есть контактируйте с ними, выстраивайте эти связи и подтягивайте, смотрите, какие курсы, потому что в LinkedIn там видно тоже, какие курсы они брали. То есть, например, он прошел вот этот курс, он прошел вот этот курс. Окей, значит, мне надо добавить еще чуть-чуть, взять, может быть, онлайн, вот это подтянуть. То есть, чтобы вы понимали тренды, я говорю сейчас за специалистов, за таких узких специалистов, которые реально могут получать хорошие зарплаты. Я вам хочу сказать, украинские наши клиенты, замечательные семьи с зарплатами 150-170 тысяч, люди приехали в 2022 году. Приехали неожиданно. Это не люди, которые... Мы готовились к эмиграции, то есть мы были в процессе, мы смотрели кучу видео и так далее. Людей просто, ну, война их выкинула, да. То есть они приехали, и у них не было возможности ко всему этому подготовиться. У людей уже такие зарплаты, потому что это тоже такой путь, который они прошли через связи, через скиллс. Здесь тоже очень в Канаде это рекомендации. Мы здесь находим работу по рефералам, да, то есть тебя рекомендуют. И очень важно иметь вот эти какие-то контакты. Поэтому не стесняйтесь контактировать, вот, искать, брать. Из-за рубежа брать консультацию с тем же HR-ом, найти специалиста, который занимается трудоустройством, чтобы посмотреть, что востребовано в конкретном регионе. То вы можете дотянуть. Если вы специалист в какой-то, я не знаю, в мастерстве рукодельном, да, там я имею в виду мужчины-стройка, женщины там в чем-то еще какие-то бьюти, наши бьюти-специалисты, все здесь, все устроились. Кто-то уже салоны пооткрывал. То есть я говорю за Ванкувер, да, то есть у нас наши девочки все с работой. И приехали, все, уже за два года у них уже список клиентов, графики, и они не сводят концы с концами. Я даже так скажу, да, вот, не умеешь ты чего-то делать, тебе казалось бы, да я раньше на заводе, где работу найду. Вот постарайся какой-то скилл приобрести, пока ты еще в процессе эмиграции. То, что тебе даст, возможно, здесь дорого стоят все услуги, очень дорого. Если ты хочешь сделать деньги, услуги здесь дорогие. Пламберы, сантехники, это просто очень-очень богатые люди, да. Понятно, что история с врачами, адвокатами, она совсем другая, да, то есть эту тему не хочется касаться сейчас, потому что там более долгий путь. Но если вы просто обычная семья, о которой вы хотите эмигрирует, подумайте, что вам нравится. Может быть, есть смысл поменять какую-то профессию, пойти, кто бы мне сказал, что я буду заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь, да. То есть я занималась бизнесом в Украине, потом пять лет, когда началась война, это менеджмент вот этой организации. Но тут я пошла по другой совсем ветке, потому что, ну, надо было как-то ориентироваться на рынке. Поэтому будьте открыты. Думаю, в 42, в 43, в последний я пошла в 45, я пошла в последний колледж, который еще год закончил, и в 46 закончил. То есть это вообще не предел. Абсолютно. То есть мы какой-то один этап в жизни, у тебя один скиллс, потом ты можешь изменить что-то. Будьте к этому открыты, готовы и учитесь. И главное тоже не имейте вот этот позитивный настрой, что у меня все получится. Вот просто это настолько важно. И не общайтесь с пессимистически настроенными людьми, которые все, ой, куда ты приехал, да тут все плохо. Вот эти вот люди, которые не состоялись, у них не получилось, они застряли, не смогли ничего не изменить, они будут все говорить, что все плохо. Но на самом деле все неплохо. Все, знаете, красота в глазах смотрящих. Вот, поэтому тут очень много зависит также от вашего настроя. А канадцы, сами канадцы, они достаточно открыты к тому, чтобы помогать, брать, потому что посмотрите на себя их глазами. Они видят в вас актив. Когда вы приходите в бизнес, если в Украине мы показывали наши дипломы, то здесь, когда я приходю, я говорю, да, у меня два высших образования, мастер дегри, ему все равно на твои дипломы. Ему важно, какую пользу ты принесешь его бизнесу и как он может, грубо говоря, на тебе заработать. Что ты можешь ему дать. Поэтому твои скилсы, они настолько важны. Коротко. Я, когда провожу такие интервью в особенности сегодня, я жалею о том, чем я вообще занимаюсь. И мне жалко, что вы уехали, но если вы знаете, в Украине собираются открыть Министерство возвращения украинцев, мне предложили должность министра, и я, конечно, буду вынуждена предложить вам консульскую должность по доброй воле, по сбору... Сказать. ...домой, когда закончится война. Надь, большое спасибо за информацию. Друзья, я уверена, что у вас есть вопросы. Вы можете писать их в комментариях, если, опять же, вам нужны детальные, узкие вопросы, как вот я сейчас поняла у меня ситуация, то все контактные данные Надежды мы оставляем в описании под видео. Пожалуйста, обращайтесь. Надь, большое спасибо за столь подробную информацию. Я крайне горжусь тем, что нас... Да, Глент, спасибо вам, что довели нас до вот этого next step, до следующего шага, откуда мы пошли дальше, двинулись в вашей команде, девочкам, которые нас тоже поддерживали, когда нервы нас так уже сдавали. Да когда ж мы уже, да когда ж мы уже закончим этот процесс. Но оно того стоило. Так что вы хорошим делом занимаетесь. Спасибо, друзья, и до новых встреч.